Сегодня вышла статья Министра иностранных дел Лаврова о праве, правах и правилах вышла она утром и в общем-то я обозначил название этого видео как Лавров выступил злым следователем а Путин добрым по сути с одной стороны мы имеем статью нашего президента Владимира Путина где он достаточно аккуратно, достаточно миролюбиво предложил грубо говоря возобновить сотрудничество с странами Запада то вот уже статья министра иностранных дел говорит скорее о другом здесь обозначены основные полюсы противостояния в общем-то претензии, которые предъявляет Россия к Западу ну и в общем-то это какие-то предложения которые выдвигаются российской стороной то есть с одной стороны Путин говорит давайте жить дружно но с другой стороны Лавров говорит то мы конечно согласны жить дружно но все-таки вот эти самые правила которые стоят в центре статьи должны быть у каждого свои в общем статью он начал с того что и я кстати говоря начал вот эти видео посвященные политическим вопросам с того что состоялась встреча Путина и Байдена где как я понимаю была заключена определенная договоренность вот например я вот процитирую российский лидер четко обозначил в том числе публичность что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдо приемлемого баланса интересов строго на паритетных началах на переговорах возражений не прозвучало ну то есть вроде как договорились учитывать интересы друг друга ну видимо для предотвращения чего-то большего ну например войны да но потом все прошло не так и в общем-то Лавров отмечает это отмечает то что уже сразу после встречи со стороны запада в общем-то предъявляются претензии да как видите тут не состоялся саммит Путина с Евросоюзом в общем много чего произошло не забываем про британский корабль который прошел умышленно прошел мимо рядом с берегами Крыма ну соответственно ситуация в общем-то сильно не поменялась и вот кстати говоря это еще раз показывает ту концепцию которую я продвигаю что концепция трендов она ну исключительно хорошо описывает то что происходит то есть как бы мы не были с вами в данном случае люди да какими бы мы не обладали желаниями там договориться учесть интересы друг к другу ну вот вот общая масса с одной и с другой стороны смотрите она давит 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 там пресса задает вопросы депутаты там из какой-нибудь Латвии тоже кричат что-нибудь понимаете и все это вместе состоит определенный тренд на противостоянии который надо признать что не преодолен и похоже что преодолеть его будет очень сложно ну а в сайте в основном Лавров выступил против концепции новой концепции запада которая называется миропорядок основанный на правилах он отметил во первых что непонятно зачем эти правила нужны ну и кроме того собственно говоря не ясно что это за правило грубо говоря запад будет сам определять все эти да весь этот порядок да новый современный ну а все остальные должны послушаться хотя как видите слушаться никто не собирается но собственно и эта статья вышла об этом ну в целом да правилом обозначаются как следовать западным рецептам по вопросам прав человека гражданского общества оппозиции средств массовой информации функционирования государственных структур взаимодействия между ветвями власти ну и так далее это правило которое говорит запад ну лавров с этим не соглашается ну соответственно российская федерация сказала нет то есть правила это ваши правила у нас будут правила свои интересно здесь что лавров собственно говоря объединяет Россию и Китай при этом вводя термин очень новый называется авторитарная демократия ну противостоя его демократии либеральной и я цитирую утверждает что формирование многополярного мира это реальность ну в общем можно подробно и дальше рассказывать про статью я думаю что вы сами можете прочитать но как мне кажется ситуация такова после саммита и Путина с Байденом вроде как наступил определенный период разрядки но разрядка эта оказалась очень краткосрочной очень краткосрочной так как вот те тренды на которые набрались силу на западе да и у нас и собственно говоря вот эта статья достаточно конфронтационная Лаврова говорит о том что нет ребята мы в общем не собираемся тоже отступать от своих ну даже скажем так правил да поэтому ситуация мне кажется не стало легче возможно какие-то ослабления будут в будущем если будут дальнейшие договоренности но пока пока конфронтация остается и хотя Россия заявляет что в принципе мы готовы эту конфронтацию ослабить но и вы как бы должны что-то там признать например наше правило запад видимо на это пока не готов чем все в дальнейшем это закончится покажет время в целом можно сказать так что Лавров вот в этой статье ну он обозначил все претензии России к западу которые есть ну можете ее почитать